ОКБ – это центр высоких технологий для удобства пациентов и более быстрого реагирования врачей. Именно такова главная задача – внедрение ленотехнологий в областной клинической больнице. Бережливое производство – важнейшая составляющая современной медицины. В ОКБ, прежде чем начать реализацию этого проекта, провели серьезный анализ. Прежде всего, рассмотрели жалобы пациентов. Их, как оказалось, было больше всего на приемные отделения. После сбора информации началась серьезная работа по оптимизации всех процессов. При этом здесь учли опыт крупнейших медицинских центров и вместе с тем разработали свои новшества. Чек-листы повесили для того, чтобы врачи смогли быстро ориентироваться, если пациентов в приемном покое много. На красных планшетах расположена информация о самых тяжелых больных, которых необходимо осмотреть в первую очередь. Также претерпела изменения и логистика. Перевели в одно место все отделения, оказывающие помощь при патологии таза. Это гинекология, урология, эколопрактология. И, соответственно, все пациенты, которые находятся на стыке специальностей, здесь все специалисты рядом. Не надо никуда бегать, на другие этажи и так далее. Оба хирургические отделения перевели вместе. Раньше было одно на шестом, на другом и на девятом. И дежурный хирург бегали с шестого на девятый в разных блоках. Причем сейчас они рядышком. Еще одно отделение, где начали внедрять бережливое производство, в первую очередь операционный блок. Здесь также начали с анализа. В общем, мы проанализировали общее время работы операционной. 360 минут в сутки в день плановых операционных. Да, я не говорю сейчас экстренной. И чистое время операции. Оно примерно где-то 230-250. И проанализировали, что вот эти промежутки между операциями, они у нас в ряде случаев достаточно длительные. И 40, и 45 минут. Для сравнения, в Германии они 25 минут. И начали улучшать как раз здесь, чтобы не ждали хирурга, чтобы сразу приходила вся операционная бригада. Благодаря стараниям всех сотрудников УКБ уже есть результаты этой работы. Проводится больше операций, а в приемном отделении максимальное время ожидания сократилось с 4 часов до часа. А среднее время не превышает 20 минут. Если вдруг пациента не приняли за это время, у него есть возможность позвонить главному врачу. Телефон можно узнать в холле. Так быстро удалось добиться результатов, в том числе за счет сокращения времени на документооборот. Бланки не заполняются вручную, а делаются ксерокопии. На столах должен быть полный порядок, а в опероблоке также расположены чек-листы, подписаны лотки и даже нитки по номерам. Ведь 30 секунд на их поиск в годовом соотношении вырастают до нескольких часов. В городской поликлинике УКБ также реализуется система бережливого производства. Начали тоже с регистратуры. Здесь расположены листы предложений, куда и пациенты, и врачи могут вписать свои пожелания по улучшению качества обслуживания. Здесь же можно оставить жалобы. Уже что-то пишут. Вот я смотрю, написано что-то. Подпись даже есть. Да, совершенно верно. Очень много предложений. Мы пытаемся отреагировать сразу же на все эти предложения. Ну, что-то у нас уже в процессе работы запущено. Какие-то моменты мы уже сделали. Система бережливого производства включает в себя так называемый 5С. Для создания эффективного рабочего места. Сортировка, соблюдение порядка, содержание места в чистоте, стандартизация, совершенствование. Этапов тоже 5. Карточки разложили по районам и каждому району присвоили свой цвет. Это очень удобно в использовании. И, так сказать, чтобы карточка не терялась. Зеленый вот цвет, например, Спасский район и так далее. Вот здесь у нас документы с топочкой лежат. Зеленый цвет, это значит, хватает документов. Желтый цвет, внимание, они заканчиваются. И красный, документов недостаточно. И нужно срочно доложить в лоток бланки. Эти, казалось бы, элементарные вещи способны реально повлиять на рабочий процесс. В поликлинике это дает возможность меньше стоять в очереди в регистратуру, а врач может больше времени уделить пациенту. В рамках областной клинической больницы клинотехнологии позволяют более предметно работать с пациентом. Положительным примером может послужить открывшиеся недавно сосудистые отделения, в котором с самого начала работают по системе бережливого производства. Если раньше, чтобы исключить сосудистые патологии, пациентов отправляли в кардиодиспансер, а это потери как минимум нескольких часов, то сейчас таких больных бригада специалистов уже ждет в приемном отделении УКБ. Конечно, работы предстоит еще немало, но главное – начало положено.